Стоит крупная заявка, у нас есть уровень 122700, хороший уровень, очень сильный и на этом уровне объем, то есть ситуация действительно очень хорошая. Ожидаю сейчас отскока отсюда, наверное, первая цель я ее отметил, обновление ближайших максимумов, то есть там я думаю мы закроем большую часть нашей позиции и остатками уже будем высиживать на полноценный разворот. Что касаемо уровня, давайте посмотрим, уровень у нас очень сильный, вот сами можете его видеть, хороший V-образный разворот и ожидаю сейчас отскока от этого уровня. Что касаемо рисков, риски у нас в данном случае минимальные, риск у нас всего 20 пунктов, всего лишь 20 пунктов, меньше просто и быть не может. Закрываться мы будем на разъедании этой большой заявки, вот и в случае разъедания этой заявки мы еще и перевернемся, потому что это мощный и хороший уровень, за этим уровнем находятся стопы участников и соответственно после разъедания этого объема будет резкий выстрел на стопах, я думаю нам тоже удастся что-нибудь там доподзаработать. Вот, но конечно в первую очередь я бы хотел, чтобы случился конечно же отбой от уровня, потому что в таком случае довольно высокий потенциал движения цены, то есть действительно отсюда цена может отскочить минимум на 1000 пунктов, минимум, как максимум на 2500 пунктов. Это конечно может быть кто-то скажет, да, уже не совсем тема скальпинга, но я напомню, что сейчас все-таки особенностью скальпинга является не количество сделок, а их качество. И тут кстати говоря довольно большой вопрос получается насчет понимания рынка, все же знают, да, что мы заходим от уровней, именно потому что на этих уровнях есть крупные большие участники, которые эти уровни защищают. Все про это слышали, конечно же все это знают, но только почему-то никто не заглядывает в стакан, то есть все знают, что в теории там вроде бы кто-то должен быть, да, но если там действительно кто-то, никто на это внимание не обращает. Мы же с вами скальперы, мы используем стакан как основной инструмент анализа рынка, мы заглядываем в стакан и понимаем, что действительно в данном случае на сильном уровне есть крупный покупатель, который будет скорее всего удерживать этот уровень. Соответственно мы зашли в сделку с минимальнейшим риском, с минимальнейшим риском и попытаемся на этом заработать. То есть в принципе соотношение в данной сделке у нас будет, я думаю, где-то порядка 1 к 20, 1 к 25 и это минимум, это самый минимум. Ни один стиль, ни один стиль вообще работы на бирже, кроме скальпинга не позволяет заходить в сделки с такой ювелирной точностью, с таким маленьким риском и самое главное с таким хорошим соотношением риск-профит. Все это получается, как лично мне кажется, из-за непонимания рынка, потому что люди, которые прочитали какую-то книжку по теханализу, посмотрели, может быть, какие-то видеоуроки по теханализу, да, то есть большинство, да, большинство на рынке работает именно следующим образом. То есть они видят, что есть какой-то уровень, они видят, что от уровня происходит отскок, вот обратите внимание, сейчас у нас уже идет отскок от уровня, да, они увидели этот отбой от уровня и только сейчас они бы зашли в данную сделку. Только сейчас они бы это сделали. А куда выставить свой стоп-лосс? За уровень. То есть они бы выставили его за уровень, притом не понимая, что нет смысла выставлять его за уровень, если можно выйти в момент разъедания крупной заявки. То есть если крупного участника разъедают, то больше этот уровень никто не защищает и находиться в сделке больше нет никакого смысла. Мы же с вами скальперы, мы заглядываем в стакан, мы понимаем, что если на уровне есть крупный участник, который будет защищать этот уровень, мы заходим на отбой от этого уровня. Если крупного участника разъедают и его больше нет, мы из позиции выходим. Дальше сидеть в позиции нет смысла, сделать здесь больше нечего. Вот а теперь, кстати говоря, очень внимательно, смотрите, я закрываю всего 5 фьючерсов. Сейчас меня закроют, я очень на это надеюсь. Да, меня закрыли. Вот обратите внимание, из 30 контрактов я закрываю всего 5, всего лишь 5 фьючерсов, минимальную часть, закрываю их в плюс 120 пунктов. А на секундочку, при том, что риск у нас всего 20 пунктов, 120 пунктов это уже соотношение 1 к 6. Давайте мы с вами посчитаем. Я закрыл всего 5 фьючерсов в плюс 120 пунктов, это получается плюс 600 пунктов. У нас осталось еще 25 открытых фьючерсов. На каждый из них риск у нас получается 20 пунктов. И что же мы с вами получаем? Что сделка уже закрыта в плюс. То есть даже если сейчас цена разворачивается и закрывает меня по стопу, в любом случае сделка у нас будет уже в плюс. То есть закрыв минимальную, малюсенькую часть на этом опять же маленьком отскоке, я уже полностью вывел свою сделку в без убыток. Далее я уже абсолютно ничем не рискую и могу спокойно высиживать в этой сделке. То есть если сейчас хорошее движение развивается, я высиживаю сделки, все здорово. Если нет, то я закрываюсь по стопу и все равно остаюсь в небольшом, конечно в малюсеньком, но в плюсе. Самое главное, что я уже ничем не рискую. Так, у нас пошли какие-то активные продажи. На разъедание сейчас буду выходить, закрываю часть, еще часть. Сейчас буду выходить из позиции и переворачиваться, если еще пойдут крупные продажи. Так, выхожу и переворачиваюсь. К сожалению, не успел весь объем закинуть. И сразу же, сразу же, давайте выставляем тейк. Тейк профит, сразу же часть позиции я закрываю в плюс небольшой. Все, тем самым я сразу же свою сделку очередную вывожу в безубыток. То есть сейчас, если на стопах улетает цена ниже, то есть если сейчас развивается нисходящее движение, то мы опять же удерживаем нашу позицию. Если нет, мы закрываемся в ноль. Ну и с учетом уже того, что часть позы у нас уже закрыта в плюс, мы ничем не рискуем абсолютно. Ну, как мы видим, цена резко вкатывает. И, наверное, здесь позицию мы нашу ликвидируем. Пока что не знаю, закрывать или нет. Да, тянет выше, наверное, все-таки закрываюсь. Да, закрываю свою позицию. И опять же, сделка закрыта в безубыток. Мы ничего не потеряли, ничего не заработали. Да, безусловно, кто-то может сказать, что это не прибыльная сделка, конечно же. Ни туда, ни сюда, к сожалению, цена не пошла. Но люди в комментариях часто меня просили выложить убыточные, возможно, какие-то сделки. Ну, вот вам, пожалуйста, пример. Вот, но это не главное. Главное, что, конечно, в этой ситуации очень хорошо показана работа именно с крупной заявкой. Как от нее можно работать на отскок, как от нее можно работать на пробой. То есть у нас был от нее небольшой отскок на 180 пунктов. В лонг мы заходили. То есть если вы новичок, то взять хотя бы на этом небольшом отскоке, там, хотя бы 150 пунктов, для вас уже будут неплохие деньги. То есть взять на отскоке 150 пунктов, я считаю, это очень неплохо. На пробитии уровня мы тоже заходили. И цена уже показывала 100 пунктов. То есть, в принципе, для новичков, опять же, тоже я считаю, это очень неплохо. Потому что там 150, тут 100 пунктов. Вот и получается 250 пунктов. То есть 250 пунктов, я считаю, что для новичков, ну, как бы такие деньги лишними не будут. И на дороге они не валяются. Я все-таки сейчас пытаюсь уже вывести свою торговлю в более такую позиционную. Ну, то есть я на вот этих импульсах каких-то резких, да, там, на первых отскоках, я не закрываюсь полностью. Я обычно на них закрываю часть позы, ну, как вы сейчас видели, да, как мы это только что сделали. Закрываю часть позиции, тем самым вывожу сделку в без убыток. И далее уже ничем абсолютно не рискуя высиживаю дальше. То есть если бы вдруг, да, если бы вдруг мы зашли в такую сделку, и цена бы развилась в нашу сторону. То есть движение пошло, то, в принципе, мы бы могли очень неплохо заработать. Но, к сожалению, этого не произошло. Но, тем не менее, я считаю, это довольно интересно для новичков. Я думаю, это будет полезно посмотреть, как нужно работать с крупной заявкой, как я работаю вообще по стакану, что я делаю и для чего я вообще использую стакан. То есть еще раз, кто не понял, кто, может быть, из рынка Форекс пришел, там, из бинарных опционов, прости господи. Кто не знает, что такое стакан, посмотрите мое видео. Если вкратце, то мы используем стакан для того, чтобы определять...